понимает ли путин что он надоедает своему народу я считаю что он прекрасно все понимает только ведь боится он своего народа или нет но в последний раз видели вы его общение с реальными людьми везде куда бы он не поехал ему приводят тщательно отобранных службой безопасности персонажей когда он проезжает по улицам их принудительно очищают от граждан загоняя их в ближайшие кафе посмотрите внимательно как он возлагает цветы у мемориалов кемерово встретиться с родственниками пострадавших с гражданами кемерово нет не слышал только в гордом одиночестве перед телекамерами полицейском оцепление он двенадцатом году все понимал вспомните как выглядела его инаугурация все понимает наш дед но паразиты они так устроены что сами не отцепятся будет держаться до последнего и окружать себя все более толстыми стенами из своих людей и охраны он знает что давно не имеет никакой популярности и авторитета у граждан если вы с этим согласны то ставьте лайк под этим видео потому что опирается только на административный ресурс выборы восемнадцатого года очень ярко это продемонстрировали он даже не пытался вести какую-либо предвыборную кампанию так как его переназначение проходила не на избирательных участках и не при помощи избирателей на дебатах ему сказать нечего и он знает что окажись он один на один сильным противником его уничтожат навального он боится до дрожи в коленях и до нервного кашля без верных друзей его дутая власть обрушится с треском он тоже это понимает и по-царски одаривает сами знаете кого так что чем сильнее раздувается культ личности тем более жалкий персонаж за ним прячется я думаю вы со мной согласитесь но почему живого избегает прямого общения с простыми не подготовленными людьми потому что все прекрасно понимают что могут найтись смелые на язык и куда заведет этот разговор пример живого общения с людьми нашего премьера это хорошо показывает его бросают под поезд он машины для прикрытия а президенту так терять лицо не к лицу популярность и авторитет у значительной части граждан он все-таки имеет каждый день по сто раз видеть на экране восхваляемого незаменимого лучшего человека в стране делает свое дело тв пока побеждает интернет кстати на 80 и на следующий день после ухода очередного вождя в прессе на тв были уже цитаты только нового инсека а после похорон прежний вообще не упоминался как будто и не было такого и земля не перевернулась и новый вождь совсем не хуже старого оказался как же так не ожидали через 35 лет большинство людей все такие же незаменимые путин никогда не назовет фамилию навальный нет такого понятия нет предмета для разговора произнесенные даже единожды этой фамилии разрушить некий барьер и как бы даст другим право затевать с президентом разговор на обозначенную тему путин его не боится он категорически не хочет давать ему эфир на всю страну выборы март 18 именно слова навальнева они других кандидатов могли посеять участие людей в головах и зерна кромолы эти зерна вполне могли дать всходы хотя и небольшие наверное но для власти это просто недопустимо возможно даже такой вариант что путев не до конца прессует навальнева потому что его деятельность чем-то устраивает президента он даже доволен что кто-то слегка приструнил слишком разгулявшихся бояр сам он по их внутренней этике этого сделать не может ведь они никак не отчитываются перед народом им все до лампочки а президенту хоть как-то но иногда приходится говорить с людьми том числе объясняться за пределки его подопечных это его слегка напрягает но это его должностная обязанность перед боярами ради этого можно стерпеть он нам не царь это просто одна из версий но если и бояре уже гуляют на широкую руку значит не без причины значит и президент в тайне от народа позволяет себе многое обещание путина и медведева которые они не выполнены клянусь я тут ни при чем заявляет дмитрий медведев и путин вы им верите если нет то ставьте лайк под этим видео сегодня мы проанализируем все обещания путина который он не сдержал на самом деле таких обещаний было огромное множество поэтому рассмотрим именно в этом сюжете только самые интересные путин действительно обещал активно бороться с коррупцией практически на каждой прямой линии владимир владимирович и жестко высказывается в отношении коррупционеров он грозно смотрит в экран и говорит что с коррупцией нужно бороться но выглядит это довольно смешно но кому-то смешно а кому-то плачевно когда в его правительстве практически каждый чиновник замешан в крупном коррупционном скандале если у чиновника нет роскошной виллы во франции или италии это прямо редкость мы уже писали о подобных ситуациях когда глава пенсионного фонда оказывается обладает имуществом на миллиард рублей у друга и соратника генерала золотова также находят роскошное имущество на миллиарды получается что вся страна знает о фактах коррупции а вот президент нет пообещал он нам когда-то и ввп в два раза ввп это внутренний валютный продукт на одну душу населения фактический показатель стоимости и роста экономики страны когда путин занял пост президента он был амбициозен и возможно даже действительно хотел сделать хорошее дело для страны и народа но как мы видим не сложилось до роста экономики и соответственно ввп нужны были жесткие меры полное искоренение коррупции она на данный момент только усилилась строительство новых высокотехнологичных заводов и производств все это только закрывается или открывается иностранными компаниями на нашей территории рост ввп за последние годы составляет всего около 0 5 процентов что конечно просто смешно а когда-то путин обещал догнать португалию или даже испанию которых рост ввп от 5 до 8 процентов боже кого мы собрались догонять путин пообещал построить и отремонтировать все дороги за ближайшие 10 лет в два раза увеличим объемы дорожного строительства в стране путин своих интервью и выступлениях раньше постоянно говорил о проблемах на дороге еще восьмом году он обещал нам ближайшие годы исправить ситуацию с разбитыми дорогами типичный пейзаж и дорога в обычном российском городе посмотрите пожалуйста на это сами ну нет слов но как мы понимаем воз и ныне там пообещал он нам и демографический взрыв на втором сроке своего президентства владимир владимирович активно продвигал идею что россиянам нужно больше рожать а смертность должна стать ниже за счет современной медицины и условий труда но эта медицина когда у нас было 60 тысяч больниц осталось приблизительно по подсчетам 28 тысяч больниц и из них я не знаю сколько осталось опытных нормальных врачей которые будут согласны работать за такую маленькую зарплату а что самое интересное правительство отчитывалось о росте населения но эксперты сопоставили цифры и увидели страшную картину прирост населения происходит в основном за счет мигрантов из стран средней азии а коренных жителей россии становится все меньше и меньше а причина тут очень простая родить и воспитывать и детей в россии довольно сложно цены на все растут а благосостояния граждан нет даже детские сады которые раньше были бесплатные теперь требуют денег с родителей как в таких условиях рожать хотя бы двоих детей пенсионный возраст повышать не буду когда-то говорил и кричал владимир путин самая скандальная ситуация за последние годы 2005 году на одной из прямых линий и журналист из зала задал вопрос будут ли в россии повышать пенсионный возраст на что владимир владимирович четко тогда ответил я против увеличения сроков пенсионного возраста и пока я президент такого решения принято не будет пятнадцатом году он подтвердил свои слова но как мы можем видеть с вами с 1 января 19 года пенсионный возраст в россии подняли а путин все так же сидит в президентском кресле пожалуй именно после этого обмана рейтинг путина упал до катастрофически низкого уровня какие еще обещания давал путин кратенький список для вас кризис в науке фальсификация на выборах что будет борьба с вызовом капиталов за рубеж с доступным жильем с оффшорами с тарифами жкх беспредел мвд независимый суд социальная несправедливость льготы и золотые парашюты топ-менеджерам развал системы здравоохранения закрытие школ и больниц обнищание населения отсутствие независимых сми наличие отсутствие внятной оппозиции безработица и работающие нищие рост экономики и достойная зарплата людям развитие микро и малого предпринимательства технологический прорыв страны сдерживание роста цен на бензин и еще кучу кучу всяких обещалок и этот человек после всего обещанного и невыполненного все еще президент нашей страны